Слава нашему Богу! Мы имели такие хорошие дни, когда могли быть в молитвах, в постах, приблизиться к Господу, смириться пред Ним, просить у Него благополучного пути для себя, для детей наших, для всего имущества нашего, и самое главное, чтобы Бог пришел ближе к нам. Аллилуйя Ему! Знаете, в нашей жизни есть разные дни, но когда мы идем к Господу, когда мы обращаемся к Нему, смиряемся пред лицом Его, и говорим, Господи, приди и благослови нас, и хотя, может быть, не сразу приходит ответ, но придут дни, когда мы увидим и услышим ответ от Господа. Слава нашему Богу! Потому что пред Ним ни одна молитва и ни один пост не пройдут напрасно, за что хвала нашему Господу. И в свое время Господь так близко подошел к этому молодому человеку, и Он сказал ему такие слова, что прежде нежели я образовал тебя, я познал тебя, прежде нежели ты вышел из утроба матери, я светил тебя и пророком для народов поставил тебя. Но Еремя, когда услышал эти слова, Он сказал, о Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь сказал, не говори, что я молод, ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь. И все, что повелю тебе, скажешь, не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя. Смотри, Еремя, ибо в этот день я поставил тебя над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять. Губить и разрушать, созидать и насаждать. И потом спросил, Еремя, что ты видишь? Я вижу жезл миндального дерева. Верно видишь, Еремя, ибо я бодруствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. А что еще видишь, Еремя? Я вижу котел, как бы ветром подуваемый. И вижу этот котел, и вижу бедствие со стороны севера. Верно видишь, Еремя, ибо скоро откроется бедствие со стороны севера и придет на всю землю. И так Господь обращался к этому молодому человеку. И много обращался к народу, к своим детям, где нужно поправить жизнь свою, где нужно обратиться к Господу. И это слово сказал, что так, говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, и да не хвалится сильной силою Своею, и да не хвалится богатый богатством Своим. Такое слово Господь оставил Ереме, и чтобы он передал народу. Знаете, в нашей жизни люди, они ждут славы, люди ждут хвалы, люди ждут почестей. Такие люди на этой земле спели, спроповедовали, еще что сделали, ждут, чтобы что-то кто-то сказал, доброе, хорошее, поставили им оценку, оценили их, как они все это сделали. В свое время, когда царь возвысил одного человека и поставил его седалище выше всех, и этот человек ждал славы. И все, которые проходили мимо этого человека, написанная Библия говорит, что падали ниц и поклонялись ему. Но был один человек, который не падал пред ним, который не отдавал ему почести, но оставался так на месте. И это был Мардахей. Другие люди даже спрашивали его, Мардахей, почему ты так делаешь? Зачем ты так делаешь? Но не обращал внимания. Мардахей, он знал, кому отдавать славу. Он знал, перед кем нужно преклоняться. Он знал, кому отдавать хвалу и поклонение этому великому Богу, за что слава нашему Господу. И даже не шевелился. Когда все это узнал Аман, написано, что он исполнился гневом. И узнал о том, что Мардахей из народа иудейского, то решил наложить руку не только на Амана, но и на всех иудеев. И даже сделал такой указ в такой-то день, в такой-то месяц, чтобы его и всех иудеев уничтожить в один день. Но Мардахей и народ иудейский находились в молитвах, находились в постах пред лицом Господа, и Бог услышал их и сохранил. Слава нашему Господу! Что Бог своих детей, которые почитают Его, не людей, но которые воздают славу Богу, которые поклоняются пред Господом, Он их видит. И сегодня мы, люди, живущие на этой земле, не будем ждать славы от людей, не будем ждать почестей, не будем, чтобы кто-то нам поставил там лайкс или анлайкс. Я думаю, молодые люди понимают, о чем я говорю. Но сегодня мы будем ждать, что скажет Господь о мне. Как Он видит мою жизнь, как Он видит мои хождения. Если сегодня что-то у тебя есть в жизни, то Библия говорит, «Да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою Своею, да не хвалится богатством Твоим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я Господь». Слава нашему Богу! В свое время, когда люди начали умножаться на земле, они решили так, что сделаем кирпичи, обожжем их огнем, и что сделаем? Построим город, построим башню, и сделаем себе имя. И Господь решил, сойду и посмотрю, что они делают. И когда сошел и увидел, и решил так, что они не остановятся в своем деле, пойду и смешаю языки их, чтоб они не разумели каждый одного и другого, и сошел Господь, смешал их языки, и они расселись по всему лицу земли. Это было в Вавилоне. Сегодня люди ищут себе имя, ищут себе славу, ищут себе хвалы, чтобы как-то сделать на этой земле. Братья-старшие рассказывают, когда были гонения на народ Божий, когда гнали церковь Божью, никто не стремился к званию, никто не стремился, чтобы занимать какой-то пост в церкви, но каждый, знаете, так служил Господу, и каждый ждал Слово от Господа. Если нужно, пойдем, если нужно, будем. А сегодняшний день мы видим разные названия и именуют себя и в Церкви Божьей, и секретари, и директоры, и разные многие другие названия. Это в Церкви Божьей. Сегодня не будем делать себе имя, не будем делать себе славы, но пусть мы стоим пред лицом Божьим, и пусть Господь говорит о нас. Он видит нашу жизнь, Он видит наши хождения, да не хвалится мудрой мудростью Своею, и да не хвалится богатой богатством Своим, но хвались каждый тем, что разумеет и знает Меня, ибо там говорит Господь. Аллилуйя Ему, что Он есть святой и праведный, который на этой земле совершает суд и правду на этой земле. Многое может быть нам непонятно, многое может быть задаем вопросы, Господи, почему так в моей жизни, почему Ты так допускаешь мою жизнь? Но Он говорит, что Я, Господь, Который творю милость, сотворю суд и творю правду на земле, потому что Я, Господь. И Он сказал, Я Мои славы не дам иному. Иные хвалятся колесницами и конями, а мы будем хвалиться именем Господа Бога нашего. Аллилуйя Ему. Когда зашел диалог об одном человеке, Библия говорит, что когда пришли сыны Божьи предстать пред Господом, то что? Пришел и сатана между ними, И что сказал Господь? Господь сказал, Обратил ли Ты внимание на раба моего Йова? Ибо нет такого на земле человека, как он, непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. Но дьявол сказал, Не Ты ли, Господи, оградил его, и дом его, и все, что у него? Не дело рук его Ты благословил. Но Господь говорил, Обратил ли Ты внимание на раба моего? Сегодня, дорогая дочь, сын, Господь видит Твое сердце, видит Твою жизнь, как Ты ходишь пред Ним. Не жди славы от людей, не жди почестей, но когда будешь служить Господу в чистоте, и святости, будут здесь поругания, посрамления, насмешки, но слава будет в небе. Слава будет пред Господом, там во веки веков, где на этой земле, может быть, страдал, и терпел многие лишения ради Господа, ради истины, ради правды Божьей. Но жди, что скажет Господь о мне. Пусть поможет нам Господь. И в этот день, и в это время, пусть это слово останется в нашем сердце. Да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится богатстве и богатством Своим, и да не хвалится сильной силою Своею, но каждый хвалится тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле. Хвала нашему Господу. А люди сегодня ждут этой славы. Некогда был один человек, а весолом. И Библия говорит о нем, что на земле он был такой красивый человек. И написано, что был хвалимый всеми людьми. Все люди проходили мимо него и хвалили его. И это привело, мы видим, к чему. Пусть сегодня мы не ждем этой славы, но ждем, что скажет Господь о нас. Мы будем ждать этой милости. Мы будем ждать этой правды Божьей. Пусть Он нам поможет, чтобы пройти этот земной и жизненный путь и остаться верными нашему Господу. Как апостол Павел говорит такие слова, что, впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать к вам же о том для меня не тягостно, а для вас назидательно. И берегитесь псов, берегитесь злых делателей, беритесь обрезания, потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. А если, говорит, кто другой думает, надеется на плоть, то, говорит, более я, обрезанный восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, еврея-тувреев и по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией и по правде законной непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел счетою, да и все почитаю счетою, ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобресть Христа и чтобы достигнуть воскресения мертвых. Аллилуйя нашему Богу! Там будет слава, там будет почесть у Господа, когда пройдем этот земной жизненный путь и останемся верными Господу, а пока на этой земле будем, Господи, слава Тебе, что я познал Тебя, знаю Твое Слово, знаю Твою истину и помоги исполнить ее до конца и остаться Тебе верными. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...